Музыка Собственно говоря, что такое 19 век в истории медицины? Это гигиена, гигиенисты, попытка справиться с болезнью, устранив факторы, вызывающие болезнь. Ну, из классического момента, напомню, Джон Сноу, не тот, который в «Игре престолов», а тот, который борьба в Лондоне, борьба с чумой, как они считали, вызываемой плохим лондонским воздухом. Плохой лондонский воздух из-за чего? Из-за того, что в Лондоне нет канализации. Давайте построим канализацию, а заодно посмотрим, что происходит с водопроводом. И выяснилось, что с водопроводом полный ад и швах, в водопроводе водятся живые рыбы, помимо всего прочего, в питьевой воде, а заболевания холерой таковы, что четко привязаны, что есть колонки с водой, где есть холера, а есть колонки с водой, где нет холеры. Когда врач Джон Сноу, английский, создал карту Лондона, на которой начал отмечать все случаи холеры, внезапно обнаружилось, что водопровод бы надо почистить. Когда построили канализацию, с чумой нет, это не справилось, с чумой справились другими способами, но пропала зато холера. И это 1860-е годы. И в 1861 году родился Фейтьёв Нансен. Ну, тут я не мог просто, извините, не пошутить, потому что существует целая скандинавская литература, исландские саги, норвежские саги и так далее, и одна из выдающихся литературных произведений – сага о Фейтьёве. Собственно говоря, Фейтьёв – это всем очень хороший человек, ну, для викинга, понятно. Вот, весь такой из себя, лет на сто старше нашего Юрика, легендарного не менее. Ну, и сам Фейтьёв-то, в общем, вполне себе легендарный. Но он был из всех мужей, самый рослый и сильный, был хорошо подготовлен к доблестным делам уже в юности. Его прозвали Фейтьёвом Смелым. Он был так любим, что все желали ему добра. Все эти слова можно сказать и про Фейтьёва Бальдура Нансена. Бальдура Ярмала Нансена. Сложное имя связано и со сложной его судьбой. Он происходил по отцу из датской семьи. То есть, ну, как часто бывало в XIX веке, выдающиеся деятели той или иной нации редко были, собственно говоря, из коренного населения. Вот предки Нансена по отцу, они датчане. Но надо помнить, что в средние века Норвегия, Швеция и Дания были единое королевство, Кальмарская уния, так называемая. Вот. И Нансены занимали довольно интересные посты в 30-летнюю войну. Про-про-про-дедушка Фейтьёва Нансена, Ярмар Нансен, вот как раз его имя Ярмар, оно оттуда, это старое семейное имя, как и имя Фейтьёв. Это не увлечение модными сагами, это действительно имена, передававшиеся с поколения в поколение. Был купец, руководил обороной Копенгагена от, соответственно, имперских, то есть Священно-Имской империи войск. Был торговец, который был завязан на Москву, на московскую кампанию. Он был в России, был принят при дворе царя Михаила Фёдоровича Романова в 1621 году, то есть лет за 30, как он стал этим самым комендантом и губернатором города, богомистром. Он был в Сибири, ходил на датском торговом корабле в Архангельске и далее передвигался там какими-то местными советствами. То есть, примерно, если в Мангазее он и не был, то хотя бы за Пермь, за Урал он попал. Что для иностранцев России 17 века, в общем, вещь нечастая, которые оседали в основном вокруг Москвы, человек был крайне интересный. Еще более интересным является происхождение Нансена по материнской линии. Мама его баронесса. За отца Фрейдьёфа, значит, Бальдура Нансена, она вышла, это был ее второй брак. А первым браком она была за лейтенантом норвежской армии, который, в общем-то, на самом деле был сын Пекая. Такая уже достаточно демократическая семья. Но дело в том, что его мама, она потомок, скажем так, сейчас современные исследователи говорят, что это возможность семейной легенды, это ничем не доказано. Но так или иначе, она потомок незаконно рожного ребенка шведского короля Фейдерика. Таким образом, когда Норвегия стала независимым государством, я забираю вперед, Фрейдьёф Нансен стал послом в Великобритании новообразованного норвежского королевства, он был всего-навсего троюродный дядя норвежскому королю Хокону VII. Но, как говорится, по незаконной линии, по линии незаконно рожных детей. Вот такое приятное наследство. И, собственно, воякем был сам Фрейдьёф Нансен. Так, это назад? Ай. Восстание машин. Я просто перечислил часть его достижений. Если сейчас снимать кино, сериал про жизнь такого человека, нам все скажут, вы все верете. Не может один человек за 68 лет жизни стать таким, иметь такой послужной список. Поэтому я перечислил только часть того, что сделал Фрейдьёф Нансен за свою жизнь. Он был выдающийся спортсмен. К спорту его приучила мать. Мать, которая сама была неплохой спортсменкой, конькобежкой и лыжницей, как вот сейчас сказать. В лыжном спорте тогда происходили очень важные перемены. В лыжном спорте менялось все. Лыжи становились больше похожи на современные. Мы сейчас увидим дальше Нансена на лыжах. Кто ходил на лыжах, тот скажет, что сейчас так не бывает. Но человек имел мировой рекорд в беге на коньках. Человек 12-кратный чемпион Норвегии в тех или иных дисциплинах по лыжному спорту. При этом лыжные походы, горный лыжный поход первый, зарегистрированный в мире. Он пересек цепь норвежских гор, пройдя из шведской глубинной территории на территорию Порта-Берген через двухкилометровые горы в полярной обстановке. Это сейчас знаменитые никелевые рудники, добыча из-за которых Норвегия попала во Вторую мировую войну. Места и сейчас чрезвычайно опасные. И он сделал этот лыжный проход через горы высотой около порядка двух километров в одиночку зимой. В результате, кстати, поссорился с собственным отцом, который утверждал, что так рисковать свою жизнь глупо и не стоит. Он был биолог, его диссертация по гистологии тканей беспозвоночных. Он стажировался у Камилла Гольджи, тот самый, который открыл аппарат Гольджи в клетке цитологии, Нобелевский лауреат. Его приглашал работать у себя, к себе в лабораторию Луи Пастер. Это о чем-то да и говорит, так сказать, об уровне работы биологической. Он семь или восемь лет посвятил биологической науке, потом резко поменял сферу действия, стал океанографом. География, физическая география моря и океанов. Тогда шли напряженнейшие исследования. Как океанограф он состоялся целиком и полностью. Физическая океанография, то есть как и что движется лед, морские течения и так далее, это наука, созданная лично Фейдьёфом Нэнсоном. Его докторская степень, она заслужена целиком и полностью, как доктора по зоологии, так и доктора по географии. Тогда это все входило туда. Только чудом он не попал в Новую Глинейскую, опять, может быть, мы бы знали, экспедицию, которую организовал, но не дожил до нее наш известный ученый Николай Микруха Маклай. То бы он стал антропологом. Он занимался палеонтологией, и только болезнь отца остановила его от того, чтобы поехать искать динозавров у знаменитого охотника за костями Марша. Человек, который в палеонтологии тоже, в общем, фигура номер один. Человек, который всерьез увлекался живописью. К сожалению, я не нашел ни одной картины в интернете, написанной Нэнсоном. Большинство его картин и рисунков, которые он писал в цвете акварели масляной краски, были изданы в виде гравюр, переделаны в черно-белые. Его рисунки доступны карандашом. Но как художник ему всерьез предлагали брось все, брось науку, занимайся живописью. Благонаука особо денег-то ему и не приносила. В семье было 11 детей. У его матери от первого брака было 5 детей. 6 детей было от второго брака с Нэнсоном. Он второй сын. Старший его брат, к сожалению, умер в младенчестве. Остальные, в общем-то, все вполне выжили. И как-то надо было и сестер замуж выдавать. И к этому времени уже болел отец. Поэтому как палеонтолог он не состоялся. Но этого хватило. Да, потом он стал известный писатель. И его книги о путешествиях издавались уже в XIX веке 100-тысячными, а в 20-м миллионными тиражами. В результате на всю жизнь он получил себе врага, который его всячески высмеивал, вывел в крайне негативном сатирическом образе в нескольких своих произведениях, как профессионального охотника на медведей. Этот враг тоже нобелевский лауреат. Это писатель Кнут Гамсун. И друга. Это композитор Гриф. Музыкой он тоже занимался, но любительски. Зато первая его жена была оперная певица. И когда заключался их брак, публика очень негодовала по поводу, потому что боялись, что супруга Нансена перестанет петь, займется карьерой домохозяйки. Но, к счастью, для скандинавской культуры этого не произошло. В оперную карьеру его супруга продолжила. То, что он путешественник, который впервые пересек на лыжах Вейнландии, это мы будем говорить, впервые ощущал управляемый полярный дрейф с огромным количеством исследований. Кроме этого, у него лично пять экспедиций океанографических в Индийском и Атлантическом океане, уже не полярных, а посвященных исследованиям океанографии. Часть из них он осуществил на борту собственной яхты. Яхта у него была приспособлена как под лабораторией, под научные исследования. То есть он совмещал приятное с полезным. Выходил на яхте отдохнуть в море на пару месяцев. И заодно ввел океанографические исследования. 19 век, его вторая половина, он замечательный. Там, где не копнешь, наткнешься на открытие. При наличии... Сейчас такое повторить трудно. Сейчас очень много узких специалистов, каждый из которых очень хорошо знает свой небольшой кусок, но крайне редко из-за обилия информации видит всю картину в целом. Тогда не хватало знаний. Сейчас знаний у нас много, у нас не хватает осмысления того, что мы знаем. Это надо понимать. Ту эпоху, наверное, не возродить. Кроме этого, он был большой норвежский патриот, сторонник прекращения действий унии между Швецией и Норвегией. Это недавнее, так сказать. И его дед в свое время сыграл большую роль в слиянии шведского королевства с Норвегией в 1814 году. А внук Фейтьёв Нансен сыграл огромную роль в 1905 году в отделении Норвегии от Швеции. Ну, в общем, судьба. Судьбу Норвегии, вы, надеюсь, знаете. Но если нет, я сейчас скажу. Во время наполеоновских войн параллельно шла русско-шведская война, в ходе которой Александр I отобрал-таки в третьей попытке. До этого при Петре пытались и вернули часть при Екатерине II и замерились на условиях. Каждый владеет, чем владеет. Вот с третьего раза русско-шведская война отобрали у шведов Финляндию. Чтобы при этом Швеция не перескочила под влияние Наполеона Бонапарта, бога королем Швеции был Бернадот, бывший наполеоновский маршал. Ну, такой человек, вот Гасконец, Д'Артаньян, как говорится, родственник, кстати, матери Д'Артаньяна, судя по всему. Ну, Гасконцы все друг друга родственники, кого ни копни, горцы. Они обязательно хоть в десятом поколении, но кто-то кому-то родня. Чтобы Швеция не перекочевала под Наполеона, им разрешили утешительный приз завоевать Норвегию вместо Финляндии. Норвегия была датской провинцией, Дания тогда уже полностью попала под власть Наполеона, поэтому, как бы, вот такой обмен произвели, а потом утвердили. Норвежцы долго сначала, в общем-то, согласились, потому что датскую власть они терпели довольно плохо, считали, что Дания, как бы, митрополия плохо влияет на их развитие. Вот, шведскую сначала восприняли с удовольствием, потом стали считать, что тоже. Самое интересное, что одним из сильнейших сторонников отделения Норвегии от Швеции был тогдашний шведский король Оскар II. Поэтому отделение произошло мирным путем, хотя даже собирались повоевать, вышли боевые флоты Швеции и Норвегии, хотя эти страны были в унии, у них был общий король, как и Австровенгая, дуалистическая монархия, каждая страна содержала свои вооруженные силы, свои министерства, свой бюджет. И вот был отдельно шведский флот, отдельно норвежский. Он разделился, собрался воевать друг с другом, но приплыли эскадры, сосредоточенные Германией, Францией и Великобританией, и сказали, что нет, пожалуйста, не надо, вот только без стрельбы. И обошлось без стрельбы, а новообразованное норвежское королевство выбрало Нансена при полном одобрении короля и парламента первым послом, не куда-нибудь, а в первую державу мира тогда, в Великобританию. И он был посол в ранге полномочного посланника и министра, то есть это министерская должность. Высший, так сказать, пик дипломатической карьеры. Посолом он пробыл недолго, три года, но за эти три года сделал бесконечно много для официального мирового признания Норвегии, для обеспечения Норвегии как самостоятельной страны со своей дипломатией, со своими дипломатическими интересами, консульствами по всему миру, поддержкой норвежцев на сохранничественных территориях. А Норвегия тогда была нищая страна, что греха таить, время от времени попадавшая просто под голод. Вот как раз его враг Гамсон Роман написал замечательный про голод в Швеции, Норвегии 1900-1901 года. Роман так называется «Голод Гамсона». Прочитаешь так, безнадёга такая, что, как говорится, самого Гамсона, который действительно голодал в молодость, ещё в предыдущий голод спасли русские маяки из какого-то русского торгового судна. Они его затащили на корабль и накормили. Писатель Гамсон, будущий, считал, что его сейчас, как вот тогда это было модно набирать маяков по эссингам, сейчас это накормят, напоят, а потом, значит, он проснётся с контрактом на 10 лет и будет работать, и он был готов на это. Но русские его накормили и отпустили. Он, в общем, крайне не понял, в чём, так сказать, был интерес этих маяков. И в связи с этим норвежской деятельностью и мировым дипломатическим опытом связана будет и поездка Нансена в 1913 году в Красноярск и последующие его действия по репатриации военнопленных во время Первой мировой войны, по спасению армян от резни 1915-1921 года в Турции и на обломках, не так страшна была резня, как говорится, собственно говоря, в Ванской Армении 1915 года, как последующие, когда Турецкая Османская империя распалась, там случилась очередная революция, это самое, где пришёл к власти Кемаль Ататюк, чудовищная по своим последствиям и жертвам война между Грецией и Турцией после Первой мировой 1919-1921 года, прекратившись отчасти из-за того, что только им повезло, греческого короля, одновременно полководца и командующего греческой армией, укусила бешеная обезьяна, и он умер от бешенства. Вот, в общем, главнокомандующий. И это всё Нансеновская организация помощи беженцам, в том числе беженцам перемещённым, после Гражданской войны России, Нансеновский центр помощи голодающим, комиссия по спасению голодающих по Волжи и в России 1920-1921 года, и последующий Нансеновский центр помощи беженцам, который существует до сих пор, который стал урядом Нобелевской премии мира в 1938 году, уже после смерти Нансена. Но мало этого, ещё Нансен состоялся как изобретатель. Он, конечно, не изобрёл велосипеда, но он изобрёл, например, полярную кухню-печку. Маленький аппарат, который можно поставить на примус, где в водяной бане приготовить горячее блюдо, и одновременно топится вода изо льда и снега, получается тёплая питьевая вода. А тёплое питание в арктических условиях незаменимо абсолютно. Будем говорить сейчас о полярной медицине. Как говорится, убивает не холод, убивает отсутствие полноценной пищи. Когда человек, существо терпокровное, сыт и не теряет тепло даром, то есть ходит в более-менее адекватной обстановке, не так страшно, что у него нет достаточного количества, так сказать, ну то есть мороз минус 70, мороз минус 50, не так страшен, как то, что нет пищи, грубо говоря, нет, подкидывается уголь в топку. Итак, я, хотя вот историки любят сыпать датами и событиями, датами сыпать не буду, просто чтобы вы поняли эту эпоху. Эпоху, когда мир переходит с пара на электричество, появляются первые автомобили, а наука, кажется, познаваемой до конца, знаменитое высказывание, что физики уже все открыли, осталось только два маленьких облачика на безоблачном небе науки. Одно из этих маленьких облачек как раз устройство атомного ядра и прочая ядерная физика, которая потом разовьется. Итак, первая мировая известность Фаритьёв и Нансона. Он уже состоявшийся биолог. Но ещё не защитил диссертацию. Он студент, работавший по гистологии морских беспозвоночных. Он поехал на практику в 1882 году. Практика какая? Он нанялся матросом на зверобойное судно. Тогда шла добыча тюленей и белых медведей. Тогда шла массовая эксплуатация в Сибири. Ну, как говорится, не только Сибири, Арктическая Канада, Гринландия, Шпицберген. Охота и собирательство. Когда ещё ничего не разводили, ничего толком не добывали, а собирали всё, что на поверхности лежит, и мимо бежит. На зверобойной шхуне викинг, студент, которого крайне негативно восприняли, совершил своё первое арктическое плавание. Во время этого плавания Нансен не чурался любой работой. Раз его взяли таким внештатным матросом, он был и вперед смотрящим, у него было прекрасное зрение. То есть тем, кто в бочке на мачте смотрит вперёд, но кто фильм «Титаник» смотрел, там перед смотрящим айсберг не заметили. Нансен все айсберги замечал вовремя. Он был коком и прекрасно готовил. Это вызвало уважение со стороны экипажа. Вообще умение из тогдашних продуктов приготовить что-то съедобное, это было очень важно. А уж вкусное это вообще невозможно. Он был, когда начался промысел, наконец-то, первая их попытка была неудачная, у Кошпицбергена добыть, они пошли к берегам Гренландии, и там начался уже нормальный промысел тюдление, выяснил, что Нансен ещё и превосходно стреляет из винтовки. То есть он был и охотником-добытчиком. Экспедиция, как говорится, с коммерческой точки зрения была удачной, а Нансен навсегда заболел севером. Во время плавания на шхуне «Викинг» он обнаружил и вёл научное наблюдение, он обнаружил лёд с вкраплениями речного ила и диатомовых водорослей. Это у побережья Гренландии. А дело в том, что диатомовые воросли такого типа, мы сейчас примерно представляем, скорее всего, были с побережья, с поясноводных озёр Якутии. То есть существует некоторый дрейф льдов от Чукотки в направлении Гренландии. Это подтвердилось и нахождением около Гренландии за несколько лет до плавания Нансена обломков полярной шхуны «Жанетта». Экспедиция «Лонга», трагически окончившаяся, когда, вмершая в лёд, пройдя Берингов пролив, шхуна пыталась идти к Северному полюсу. Это была экспедиция, организованная американской газетой «Геральт». Они открыли остров «Беннета», названный в честь владельца газеты. Они открыли остров «Геральт», названный в честь газеты. Дальше «Жанетта» была вмерзла в лёд, через некоторое время раздавлена, как впоследствии погиб пароход «Челюскин». А её экипаж, 34 человека, воряя с американским лейтенантом флота «Лонгом», пошёл на помощь. Они разделились на две группы. Одна группа исчезла в Альдах целиком, вторая дошла до побережья Сибири, в районе Якутии, и высула вперёд двух человек, попытаться, как бы сказать, что терпят бедствия, нет продовольствия. Из этих двух человек один дошёл до поселения Якутов и не мог объяснить. Он не знал русского языка, те не знали английского. Быстро власти догадались, что что-то не так, прислали политического ссыльного, знавшего английский язык, всего 400 километров. Представляете, что такое 400 километров в Якутии. Это, конечно, недалеко по местным меркам, но это было время. И, к сожалению, пока наладили контакт, высылали спасательную экспедицию, выяснилось, что и остатки второй группы погибли от голода и болезней. В общем, таким образом, экспедиция Лонга закончилась трагически. Но никто не знал, что обломки шхуны, раздавленные на выходе из Берингового пролива, через несколько лет найдут у берегов Гринландии. Арктические льды дрифуют, так считал Нансен. Он находил обломки сибирской древесины, сибирской лиственницы. Канадская лиственница и сибирская отличаются на уровне микроскопического строения. Их можно определить даже по мелким щепкам. И тут пригодилась работа гистологии и работа с микроскопом, которую Нансен знал. Я еще раз повторю, он все это делал на борту зверобойной шхуны, ведший коммерческий зверобойный промысел. Это не современные научные корабли с арабаторией. Это каютка, коморка матроса, который еще выполняет свои обязанности 10-12 часов в сутки. Вахту стоит, добывает зверя, потрошит, шкуры топит ворвань и так далее. Что Нансен всегда умел, это кроме научных выводов находить себе друзей. И вот он в ходе этого промысла дружит с, вот, собственно говоря, так, тут есть это? Есть. Сам Нансен. А рядом вот этот крик, так, тут, и очень плохо видно, простите, стоящий за бородой рядом человек, это капитан Свердруп. Будущий бессменный капитан, капитан другой зверобойной шкуны, они подружились, бессменный капитан на всех экспедициях полярных Нансена, капитан экспедиции на мод другого великого норвежского путешественника полярного Роа Амундсена. И эта пара, и стала тем двигателем исследований, которые, так сказать, двинули дальше все полярные дела и экспедиции. Свердруп потом работал в России, в Советском Союзе, участвовал в Енисейских и Карских экспедициях, как ледовый лоцман и командир караванов. Это 1920-1930-е годы, до открытия регулярного движения по Северному морскому пути, делались разные экспедиции, когда собиралось некоторое количество судов ледового класса, они шли до устья Енисея или до устья Лены, там перегружались грузы, суда были международные, то есть не только советские или российские, но и разных других стран. Вот двумя, как минимум, экспедициями руководил Свердруп. Это уже коммерческие предприятия, это уже более поздняя история. И Нансен предложил поход пересечь ледовый щит Гренландии. Что такое Гренландия? Самый большой остров, самая большая неизвестная тогда территория. Первая его экспедиция, красным отмечен план, а зеленым фактически. Дело в том, что корабль, на котором они пытались высадиться, попал в ледовый плен, в дрейф, и, вы знаете, они начали позднее, пошли, они пошли до Кристианхоба, в этом был свой верноподданнический путь, поселок Кристианхоб назван был в честь короля, крестьяна, очень уважаемого популярного Кристиана IV, это где-то XVI век, но поняв, что до Кристианхоба они не дойдут с имеющим запасом, вот здесь и начинается у нас медицина. Они резко свернули и дошли все-таки с 600 километров до Ротхоба. Да, они не выполняли первоначальный маршрут, но таки пересекли грейнландский ледниковый щит. И впервые Нансен делает очень важное открытие, в чем ему помог его друг капитан Свердроп. В какой-то момент они, питаясь, у них в основном была мясная пища, но мясная пища, охота кончилась, они тащили с собой крупу, они тащили с собой какие-то консервы и начали терять силы, шелушиться кожа, никакая еда не помогает. И чего не хватает? и тут Свердроп предположил, что им не хватает жирного, у них нет никакого масла. В еде не хватает, у них есть белки, у них есть углеводы, в еде не хватает жира. Они начали варить и добавлять в пищу мазь для смазки лыж, льняное масло с сажей. Благодаря этому они выжили и дошли до поселка Гатхоп. Осталось еще 210 километров. Иначе так бы погибли бы 7 человек, погибли бы 6 человек, погибли бы напрасно в Альдаре, и мы бы о них ничего не узнали. Эта необходимость жиров в балансе стала первым медицинским полярным открытием. Вообще история полярной еды она очень древняя, начиная с пропавшей плавания московской компанией военно Ивана Грозного из Англии в Россию. Собственно, когда Россию открыли для себя англичане, когда один корабль с ченсором дошел до русских поселений, до холмогоров на Беломое, а два в районе Баенцево-Мое, в районе Современного Мурманска были затерты во льдах, и нашедшие их поморы увидели странную вещь. Сидели люди, сидели в одежде, ничем не тронуты, у них были с собой запасы еды, они зимовали на кораблях, поставленных в берегу, то есть у них было топливо, у них была еда, и они все были мертвы. Долго пытались понять погибшие, так сказать, английская экспедиция, уилоби, что же их убило. Сейчас мы знаем, что их убил угарный газ. Они просто угорели, заранно закрыв трубу в печке с углем и погибли от отравления СО. Начальник экспедиции так и умер, сидя за журналом, в котором записывал очередные, так сказать, события дня. Вот с этой трагедии, когда ученые, тогдашние медики пытались разобраться в чем дело, зимовка Байенса на Новой Земле, было два подхода. Первый подход всеевропейский. Ну, европеец, он же везде европеец. В Индию приплыл, розбив обязательно, так сказать, ром, яичница, свиная грудинка. В Австралию приплыл, ром, яичница, свиная грудинка. В Африке тоже меню. Если читали Гончаровов и Гад Паллада, очень советую, если не читали, так сказать, прочитать, если читали, то перечитать. Он потрясающе пишет, где, как, что едят во время круглосветного плавания. Над англичанами он просто издевается, что они везде, независимо от климата, в одно и то же время едят одно и то же, причиняя себе страшный вред желудку. Кончилось это все грандиозной трагедией, полярной экспедиции 1845 года «Эребус и террор». Недавно был написан мистический роман «Террор». По нему снят сериал. Ну, по поводу сериала высказываться, так сказать, трудно. Красиво, но все не так. Мистику отбросим, но долгое время экспедиция считалась погиблой из-за того, что консервы были в банках со свинцом, отравились свинцом. И исследования показали, что, в общем, дело не только в этом и даже не совсем в этом. когда у них испортились продукты окончательно европейского типа, в том числе и консервные банки, потому что консервы не свинцом они отравились. Консервные банки, запаянные свинцом, полопались, и продукты протухли летом. В Арктике все равно ухи таится потерять продовольствие. Они попытались выйти пешком, причем шли по вполне себе островам канадского архипелага, то есть по суше, пытались покормиться охотой и погибли. Трагедия в том, что их было много. 145 человек изначально, 120, когда они вышли пешком, бросив корабли. А такое количество людей не может покормиться в приполярных областях охотой, потому что зверя там много, но мало. Его на квадратные, как говорится, на погонные километры, один белый медведь на 30-40 километров, один тюлень на 10. И никакой охотой невозможно прокормить большое количество людей. Если бы их там было меньше, они бы прошли. Путь экспедиции Франклина выполнил будущий соперник и друг Нансена Амундсен в 1907 году. Он прошел, так, по-моему, в седьмом все-таки прошел северо-западным проходом полностью, на шхуни ее, взяв с собой семь человек. Семь человек прокормились великолепно. Они прошли, в общем, как по маслу. Опыт Нансена, опыт осмысления того, что сначала гибель экспедиции Франклина, потом 20 лет искали Франклина, это целая эпопея, лучше почитать, так сказать, отдельно. Значит, шарахнулись другую крайность в медицине. Надо уподобиться эскимосам. Эскимосы живут, едят мясо с жиром, эскимосы едят пимикан, индейские, американские эскимосы. Надо полностью уподобиться эскимосам, носить эскимосскую одежду, есть эскимосскую пищу, и тогда ты в Африке, в Арктике будешь чувствовать себя как человек. Это все пошло с Макклюра, шотландца, который как раз искал экспедицию Франклина. Потом развивалось. Опыт Нанс показал, что уподобляться эскимосам можно только, если ты сам эскимос. Все-таки люди разные, желающие могут спросить Станислава Дорбышевского, антропологии, люди отличаются, и чтобы войти в режим существования полярных народов, надо долго жить, как полярные народы. Благо, только-только, 1800-1800 годы параллельно только начинают задумываться, что существует такая штука, как витамины, существует и так далее, и надо что-то делать с питанием. Нансен понимает, что нужен баланс между полярными технологиями полярных народов и технологиями народов соответственно европейских. Этот баланс соблюдается. Именно с Нансена пошли экспедиции, которые несут в себе и европейское, и эскиморское снаряжение в додной пропорции, и местное питание, и европейское питание. Итак, мы переходим к главному делу Нансена. Так, вот, станем машина. Это экспедиция на судне Фрам. Нансен уже известный человек, выдающийся спортсмен, доктор наук. Он собирает подписку по стране, треть денег дает богатый норвежский бизнесмен, две трети собирают население на постройку научно-исследовательского корабля специальной конструкции сверхпрочного с подкреплениями диагональными кницами шпанголоты, соответственно, вот по диагонали все триугольники, который способен выдержать давление льда. маленькое судно, которое при этом имеет обшивку толщиной деревянной в несколько слоев более 40 сантиметров, специальные стальные подкрепления, которые могут вмерзнуть в лед, выдержать давление, сжимающие льда, за счет яйцеобразного корпуса подниматься выше, то есть чем сильнее на него давишь, тем выше оно поднимается, и таким образом вмерзнуть во льды и не колоть их, не пытаться преодолеть, а дейфовать вместе со льдами, достичь высокоширотных областей, достичь Северного полюса. И тут опять медицина. Плавание на зверобойном судне привело нас к мысли, что нужен, как говорится, коммунизм. Я не говорю коммунизм в таком отношении, я говорю, что отношение между членами экипажа в многолетнем дейфе, а дейф рассчитывался на три года, в случае, если что-то пойдет не так, запасов брали на пять лет, требует, чтобы экипаж был психологически совместим. Люди должны чувствовать себя как равные, как единая команда. Не матросы отдельно, офицеры отдельно, научные сотрудники отдельно, все вместе. И вот маленький-маленький фрам, кто был в Норвегии, это судно сохранено до наших дней, стоит в музее, правда уже после перестройки для второго знаменитого плавания фрама в Антарктиду, когда на борту фрама, потом высадившись с него, был открыт, достигнут Южный полюс Амунсеном, делается система, когда несколько кают, вот, шестым номером и двенадцатым каюты четырехместные, а одиннадцатым, соответственно, и без номера, четыре одноместные каюты для Нансена, двух научных сотрудников, как в лаборатории, и для капитана Свердрупа. Все каюты выходят в общую кают-компанию, все каюты выходят в круглый диван, вот у лицея короля Артура был круглый стол, у Нансена был круглый диван, это, я говорю шутку, как говорится, для медицины это очень важно, для психологии, человек может сесть на круглый диван, без какого-то определенного места и сидеть спиной к мачте в стороне от других. Все находятся вместе, все проводят время вместе, но если хочется побыть одному, то можно так сесть на другую сторону мачты, чтобы ты, как и в компании, но там на кого-то дуешься, на кого-то обиделся. я говорю о таких само собой разумеющихся мелочах, которые в то время казались как откровение, как и так, матросы и офицеры все вместе, да нет, ни матросов, ни офицеров. На фрам в экспедицию было отобрано 12 добровольцев, то есть 11, то есть 10, потому что понятно, что сверхдроб капитан, это уже не обсуждается, Нансен руководитель экспедиции, 10 человек, в результате у них появился 13-й, который просил хотя бы до конца Норвегии дойти, он так пошел и дальше и стал 13-м последним участником экспедиции, число оказалось счастливым, экспедиция прошла блестяще, питание и обслуживание, сам Нансен вел, как говорится, медицинскую часть, именно вот этот догмат, сохранять здоровье, не лечить болезнь, когда человек заболеет поздно, здоровье надо сохранять здесь и сейчас, у них была баня, это на маленьком судне, 30 метров с чем-то в длину, вот все пассажирские помещения, я еще раз попытаюсь, так, стоп, ну, все пассажирские помещения, это от цифры 7 до цифры 15, так что спереди это огромный трюм с запасами на 5 лет, все эти помещения, это, ну, в сумме половинка, нет, четверть, вот, четверть вот этого зала, комнатушки по 2-3 метра и все, значит, баня, физкультурные пробежки, еженедельные медицинские осмотры, взвешивание, контроль здоровья, это нам кажется самим собой разумеющееся, за эти три года до Ейфа экипаж Фрама, в общем-то, почти не болел, но проблема случилась там, где Нансен и не мог представить себе проблему, проблемой оказался он сам, что еще потрясает Нансен все свои ошибки, он честно описывал потом в книгах, а потом исправлял, он очень часто ошибался, в том числе в отношениях с людьми, дело в том, что дело молодое, тогда церемонии праздников были праздниками, когда Фрам выходил в плавание из Бергена выпили так, что еле-еле на ногах стояли двое, трое, то есть Нансен свернул по еще один матрос, остальные лежали в лешку, это была не морская болезнь, потом случилось первое и последнее чрезвычайное происшествие на Фраме, кто-то утром из запасов, которые были доступны для всех, но надо было отмечать, что ты берешь, без спроса украл одну бутылку пива, Нансен устроил по этому поводу грандиозный скандал, он впал в истерику, наверное, первый и последний раз, ну, преступника не нашли, но, как бы, устыдили всех, это очень запомнилось, поэтому это во всех участниках экспедиции проходит, после этого, как бы, отношения сошли в норму, почти на год, они прошли северным морским путем, они заходили на новую землю, они взяли на таймы, на Диксоне, современный Диксон, то есть, пройдя уже мыс Челюскина, они взяли собак для ездовых и так далее, вот, немного не дошли, они хотели зайти в устье Енисея, но немного не дошли, и дальше начался беспримерный полярный дрейф, вот, собственно говоря, красным путь Фрама, как парохода под парами и парусом, и около Новосибирских островов, только они чудом не заметили северную землю, а Киповах последний, который откроет экспедицию 1913 года, вот, они вмерзли в лед, и начался доеев, доеев корабля Фрам вместе со льдом, к середине дрейфа стало ясно, что до Северного полюса они не дойдут, их несет южнее, корабль нельзя передвинуть, но можно передвинуть, строить санную экспедицию, и Нансен, начальник экспедиции, решает бросить экспедицию и с одним спутником отправиться, это опять медицина, потому что он впал в депрессию, сам руководитель экспедиции, он вдруг понял, что он мешает психологическому климату, а депрессия проста, перед тем, как выйти в плавни, Нансен женился, и где-то через полтора года дрейфа у него началась жесточайшая тоска по жене, он начал кричать, ссоиться, даже своего друга, абсолютного флегматика, сверху подавел, и он решает с добровольцем, тоже человек удивительной судьбы, и, к сожалению, трагической судьбы, Яумаром Ивра Гансеном, вот он сидит, второй лейтенант норвежской армии, что вы хотели, алкоголик, это его изгубило, полярный исследователь, он сидит в шубе из волков, он ей страшно гордился, всех этих волков на шубу он убил сам, вот, они решают на лыжах двинуться на Северный полюс отдельно, это разоедило психологический климат, Свердруб дальше докладил экспедиции, Фрамбург поучно вернулся, Нансен с Иогансеном более трехсот дней по льдам шли, так сказать, к полюсу, понятно, когда поняли, что не дойдут или дойдут, но не смогут вернуться, на 86-м чуть-чуть не дошли, 400 с чем-то километров, Нансен вернулся назад, дальше они пользовались неверной картой, они считали, что там есть острова открытые, предыдущие австрийской экспедиции, никаких остров там не было, когда они поняли, что карта вредит, карта ложная, они вернулись на землю Франца и Иосифа, встретились с экспедицией английской и вернулись почти одного имена с возвращением Фрама, феноменально счастливое возвращение, после этого Нансен, конечно, в мире авторитет в полярном деле номер один, это гравюра соисунка самого Нансена, их зимовка на острове, на белой земле, архитулах белой земли, открытой Нансеном около острова Франца и Иосифа, он думал, что это два острова разных, один назвал в честь дочери, один в честь жены, острова Евы и острова Лив, сейчас выяснилось, что это один единый остров, и он называется Ева-Лив, никто не знает, так сказать, это смешное название, и мы переходим, у Нансена впереди еще было очень много свершений, но время нас уже поджимает, о его сибирском плавании 2013 года, это не было научной экспедицией, мир казался прекрасным, в России как раз выходит справочник «Вся Россия 2013 года», почему нас любили сравнивать с 2013 годом, потому что по нему вышел замечательный статистический справочник, назывался так, и назывался «Вся Россия 1913», о состоянии экономики, о состоянии всего, многих государств заинтересованы в торговле, и вот голландской постройке пароход, принадлежащей скандинавской смешанной шведско-норвежской судоходной компании, с участием российского капитала, с несколькими депутатами Государственной Думы, с послом в Норвегии, России в Норвегии, Лаис Меликовым, это сын Лаиса Меликова, видного деятеля во имя императора Александра II, его даже диктатором звали, и с Нансеном на борту отправляется в Красноярск. Проблема предполагалась, что пароход пройдет северным морским путем, войдет в устье Енисея и поднимется до города сколько сможет. Пароход как раз был неказистый. Вот карта плавания трех судов, значит, это была экспедиция комплексная, то есть Нансен участвовал только в части, соответственно, так, жирным, красным жирным это плавание самого корректа, понятно, что до устья Енисея подняться не удалось, пароход все-таки океанского типа, дальше перегрузились на барже, а дальше даже обмелел Енисей и баржи пройти не могли. В конце концов в Красноярск Нансен со спутниками прибыл на шарабанах, то есть на телегах в общем-то с конским приводом. Еще два парохода Спада и Николай Второй принимали участие, вот, соответственно, вся Сибирь, которая казалась тогда, Ямал и Таймыр и все прочее, все экономические возможности, торговли и так далее, но, понимаете, 1913 год, через год Сараева убили с герцога и все посыпалось тарарой. А планы, вот, кстати, этот пароход, совершенно ржавый трамп, то есть пароход без определенной линии, 1600 тонн, как всегда, маленький, деревянная обшивка для защиты от льда, в общем, на таком совершенно непритязательном судне проходила вот эта сибирское плавание, окончившееся здесь, в Красноярске. Были заключены контракты, часть из них потом всплыли уже в торговлю с Советским Союзом после Первой мировой, после Гражданской войны, после революции, а опыт, полученный в этих плаваниях, помогал при доставке продовольственной помощи во время голода России на Ансеновском комитете. Я повторю, это не была научная экспедиция, это не была медицинская экспедиция, это была экспедиция уже экономическая. Ну, на этом я закончу, Анансы не можно разговаривать часами и десятилетиями.